В переменную также можно считывать информацию, которую ввели в консоль. Для этого нужно воспользоваться оператором консоль readLine от слова read считывать. Давайте запомним правило. Все данные, которые считываются с консоли, имеют строковый тип данных. То есть, мы считываем с консоли строку и записываем его в переменную s строкового типа. Давайте рассмотрим пример. Давайте поздороваемся с пользователем, спросим, как его зовут, а после того, как пользователь ведет свое имя, поприветствуем его по имени. Для этого выведем на первую строку привет, как тебя зовут. Далее сохраним его имя в переменную name, а потом поприветствуем его по имени. Если мы не хотим работать со строковым типом данных, мы можем его перевести в любой другой тип данных. Для этого нам поможет оператор convert. Например, для того, чтобы перевести строковую переменную в целый тип данных, нужно написать convert to int32 и в скобках передать какую строку. Эти две строки можно объединить вместе. То есть, сначала ввести строку, потом сконвертировать ее, а потом записать в переменную a целого типа. Также можно переводить в любой другой тип данных. Давайте разберем самые часто используемые. То есть, мы ввели строку. Мы можем ее перевести в целый тип данных. Мы можем ее перевести в вещественный тип данных. Для этого нужно написать to double, так как double это вещественный тип данных. Мы можем ее перевести в символ. Для этого нужно написать to char. Ну и можем перевести в логический тип данных to boolean, который мы разберем чуть-чуть попозже. Давайте разберем пример для лучшего закрепления нашего материала. Давайте разберем задачу сумму двух чисел. То есть, пользователь вводит два числа, а мы выводим ему сумму этих двух чисел. Первая строка считывает с консоли первое число. Вторая строка считывает с консоли второе число. Дальше в переменную c записывается сумма двух введенных чисел. И на консоль выводится данная сумма. Все легко и просто. Давайте разберем идеологию программы. Программе нужны входные данные, чтобы с ним работать. После того, как программа получит входные данные, она с ним делает какие-то манипуляции. То есть, какой-то алгоритм, который мы сами реализуем. После того, результатом алгоритма будет какая-то информация. Эту информацию нам нужно будет выводить. В данном случае нам нужно будет выводить на консоль. Данная информация называется выходные данные. То есть, полезная программа, это которая получает данные. То есть, получает входные данные и отдает нам выходные данные.